МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каменные топоры, простейшие мотыги, копья и прощи. Долгое время было принято считать, что именно эти предметы, изначально предназначенные для охоты и земледелия, использовали наши далёкие предки в своих первых войнах. Но так ли это на самом деле? Последние открытия учёных-этнографов, историков и археологов свидетельствуют, что самые страшные и высокотехнологичные войны человечества в прошлом. Меня интересуют вопросы, касающиеся того, каким образом в распоряжении древних людей оказалось ядерное оружие, и почему они вели войны друг с другом. Чудовищные, разрушительные войны далёкого прошлого, чьим итогом стало уничтожение целых цивилизаций, дошли до современного человечества в виде мифов и легенд. Но они с удивительной точностью воспроизводят технологии, которым учёные 21 века только готовятся подступиться. Эти технологии на сегодняшний момент тоже существуют. Когда некое оружие тоже работает именно взаимодействием с отпечатками непосредственно его обладателя, если оно окажется в чьих-то других руках и пытается быть использовано, то оружие просто приходит в негодность. Вот эти технологии сейчас есть, и вполне возможно, неким образом они были тогда. Откуда у древних людей появилось оружие невероятной мощности? Было ли оно дарами богов, как говорят легенды, или результатом разработок учёных, до уровня которых ещё не доросло современное человечество? Почему тысячи лет назад люди могли свободно перемещаться во Вселенной? А сегодня мы готовим экспедицию на Марс в один конец. И куда делись высокотехнологичные цивилизации, обладавшие оружием, способным уничтожать целые миры? В конце 2013 года команда учёных-археологов из университета во Флориде опубликовала результаты сенсационного исследования. Оказывается, тысячи лет назад наша планета пережила период ядерных войн. Это открытие полностью переворачивает представление о древнейшей истории человечества. Ведь самый современный способ исследования возраста археологических находок – радиоизотопный метод. С учётом этого фактора становится неэффективным. Использование этого способа при исследовании Земли и предметов, подвергшихся радиоактивному воздействию, даёт ложную картину. Облучённый предмет, пролежавший в Земле 50 лет, будет определён как артефакт, чей возраст насчитывает сотни тысячелетий. В своих книгах я также уделяю внимание ужасным античным воинам. В древних индийских эпосах, таких как Рамаяна, Махабхарата, Идранапарва, которая является частью Махабхараты, говорится о войнах колоссального масштаба, которые происходили в прошлом. Читать эти эпосы всё равно, что читать захватывающую научную фантастику. Учёные не приклонны. Масштабные боевые действия, дошедшие до нас в виде мифов и эпосов, действительно происходили много тысячелетий назад. Легенды и устные, и письменные довольно точно описывают древние цивилизации, которые обладали сверхскоростным транспортом и оружием, в тысячи раз превосходящим современный нам ядерный арсенал. А сами люди вышли на новый уровень духовного роста и развили в себе невероятные способности. Я уверен, что те события, которые описываются в пуранических произведениях, в Атехасах, таких как Махабхарта Рамайна и других произведениях той эпохи, это всё реальность. Просто современный человек, он немного, не то что немного, он очень сильно ограничен. Он ограничен в знании, ограничен в духовном опыте, ограничен пороками. И благодаря, вернее, из-за этих изъянов, из-за этих недостатков, незнаний, пороков и так далее, он не может увидеть той широты, огромного диапазона, той яркой жизни бурной, которая была на нашей планете многие-многие тысячелетия назад, когда люди, вот с точки зрения культуры, с точки зрения отношения к природе, друг к другу, были куда более чистые и прозрачные, нежели сейчас. Но откуда у древнего человечества появился такой невероятный арсенал и фантастические возможности? Однозначного ответа на этот вопрос у исследователей нет. Однако обрывочной хроники, дошедшие до нас в виде эпосов и легенд, заставляют ученых предполагать, что древние люди получили могущество из рук обитателей неба. Это цитата из статьи, опубликованной в индийском журнале Searchlight от 21 сентября 1952 года. Описывая полет машины, автор заметки сообщал, что умелец по имени Тальпуля построил ее, руководствуясь указаниями древних индийских рукописей Виманики Шастры. Помогала ему жена, знаток древней санскритской литературы. Было много попыток объяснить технологию, но оставалось много непонятных аспектов. Очевидно, все-таки это был реактивный двигатель. Было много предположений о виде этого реактивного двигателя. Возможно, ртутной или плазменной. Профессор Адель из Бременского университета говорил мне, что ртуть была бы в этом случае самым неподходящим веществом, потому что под воздействием воздуха он не вырабатывает энергии. Но, возможно, это просто ошибки переводчика, ведь тексты переписывались много раз в течение тысячелетий. Но о чем говорят ученые? Неужели легенды и мифы древней ведической цивилизации правда? И летательные аппараты, и неизвестные нам виды оружия существовали на самом деле? Изучая этот вопрос, исследователи обратили внимание на одну интересную деталь. Согласно древним легендам, индийские боги и герои воюют на небесах не на драконах или птицах, а на пилотируемых летательных аппаратах с находящимися на борту супероружием. Причем описание содержит реальную технологическую основу. Авиационный инженер из Германии Альгунд Эйнбом провел свое исследование. Он обнаружил, что в древнем тексте виманика Шастры детальным образом описываются технологические высокие летательные аппараты виманы. Более того, упоминается про необходимую диету для пилота, про 32 секрета, которые должен знать пилот в управлении виман, и даже уделяется внимание технике безопасности при полетах. Но что такое виманы? Виманами называли нечто, что освещало небо, давало отражение. Когда в небе, в лучах солнца появляется самолет, то он сверкает и бликует. И именно так это и описывается в ведах. Дальше описывается, что у этих виманов были колеса. Когда они двигались по земле, оставались следы. Когда они стартовали, начинался такой сильный ветер, что дрожали дома, и деревья вырывалось корнями, а слоны в панике убегали. Но существовали ли виманы на самом деле? И какую роль сыграли в истории Индии и всего мира? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи углубились в изучение индийских летописей и обнаружили сенсационные подробности. Оказывается, упоминание о летательных машинах содержится во многих древнеиндийских текстах, в том числе в ведах. Вот как описывается приближение этих машин в тексте, который датируется не позднее 2500-м годом до нашей эры. Дома и деревья дрожали, а небольшие растения вырывались с корнем ужасающим ветром. Пещеры в горах наполнялись грохотом, а небо, казалось, расколется на куски или упадет от огромной скорости и могучего грохота воздушного экипажа. В третьей книге древнейшего индийского эпоса Махабхарата ученые обнаружили детальное описание летающей крепости. Воздушный крейсер под названием Саупха атаковал город Кришны. В ответ Кришна применяет универсальное зенитное оружие метательную чакру. Это, в общем, двимана тоже, но только такая большая имеющая облик крепости. Потому что на ней там находится масса этих демонов и они сверху оттуда стреляют по городу Кришны. Но потом Кришна, в конце концов, применив свое чудесное оружие, собственную чакру, этот диск метательный, солнечный, он бросает эту саупку, этот диск, и она успепеляет этот город, и шальву рассекает там надо, и так далее. В результате тщательного исследования ученым удалось выяснить, что в древней Индии существовало несколько видов летательных аппаратов, которые отличались в первую очередь по своему назначению и по внешнему виду. Виманы сейчас трудно сказать, что они себя представляют внешне, но если говорить о какой-то поверхностной оценке дать этим летательным аппаратам, то они были по-моему, четырех видов. И самыми распространенными были виманы конической формы и виманы крылатые, которые могли передвигаться не только вертикально, но и горизонтально. Вот. Говорится вимане Кашастри о том, что вот эти виманы даже обладали убирающимся шасси. Одни виманы обладали возможностью вертикального взлета, другим требовалась взлетно-посадочная полоса. Древняя хроника довольно подробно описывает, что некоторые типы виман имели форму крыла и разгонялись на трех колесах. С точки зрения вимани Кашастри эти летательные аппараты могли подниматься на очень большую высоту, развивали очень большую скорость и служили для того, чтобы те, кто на них как бы перемещался, чтобы они перемещались максимально, с максимальной скоростью за минимальное время на очень большие расстояния. И с помощью виманов можно было преодолевать расстояние через океаны буквально за считанные минуты. Однако виманы использовались не только как транспортное средство. Инструкции для пилотов содержат указания по ведению воздушного боя. Следовательно, летательные аппараты древности обладали оружием, которое позволяло сражаться в воздухе. Диапазон интересов древних людей был гораздо шире, чем это можно себе представить. Также виманы носили и смертоносное оружие. Так же, как современные самолеты, ракеты, какие-то пулеметы, пушки, которые уничтожают противника в воздухе, на земле, на воде и так далее. И даже под водой. И в те времена пилот, управлявший виманом, обладал искусством, владел искусством ведения боя с помощью божественного оружия. В качестве основного топлива использовался способ нагревания ртути, благодаря чему повышалась, ну, как-то вот, может быть, высвобождалась какая-то энергия, которая действовала как реактивная тяга. Но как такое возможно? Что могли знать о реактивной тяге древние индийцы? Неужели они действительно владели секретами воздухоплавания? Откуда у людей, живших в незапамятные времена, такие высокие технологические познания? Тщательный анализ древних текстов дал больше вопросов, чем ответов. Очень маловероятно, что люди полторы тысячи лет назад могли такое сделать. У них не было такой техники, чтобы самостоятельно построить такой аппарат. В то время многие вещи вовсе не были изобретены. А то, что мы видим, это очень сложные системы. Нужно иметь представление об аэродинамике, о системах управления. А люди в то время таскали камни на спине или волокли их по рельсам и не обладали такими специальными знаниями. По крайней мере, мы об этом не знаем, потому что от той эпохи сохранилось мало свидетельств. К исследованиям подключились западные ученые. Через несколько лет тщательных исследований они обнародовали результат. В Калифорнии, в университете города Сан-Хосе, где проводились испытания свинцового сплава, описанного в Виманике шастра, было выявлено. Сплав поглощает 85% энергии, излучаемого рубиновым лазером, а сплав меди, цинка и свинца, обладает хорошей ковкостью и сильным сопротивлением коррозии. Кроме того, по инструкциям, описанным в древних текстах, ученые вывели высококачественный керамический материал, который после незначительной модификации позволяет получить очень мягкое и кислотоупорное стекло. Результаты исследований поражали, ведь эти открытия ломают все представления официальной истории о прошлом человечества, чтобы как-то объяснить этот феномен, исследователи выдвинули, казалось бы, невероятную гипотезу, что если на Земле тысячи лет назад существовала высокоразвитая цивилизация, которой было под силу создать супероружие и мощные летательные аппараты. Но если это действительно так, то куда исчезла эта цивилизация? Ученый Александр Городницкий считает, что ответ стоит искать в истории развития человечества. Цивилизация на Земле развивалась непоступательно, снизу вверх всегда, вот как нас учили при диалектическом материализме, сначала первоводный строй, потом значит аргумовладельческий, социальный застройство, но в принципе и развитие науки и цивилизации, а что она могла развиваться дискретно, то есть развивалась какая-то передовая цивилизация, потом она гибла в результате катастрофы и все начиналось сначала. Оплавленные камни в древних городах, озера идеально круглой формы, больше похожие на воронки от разрывов бомб, высокий радиоактивный фон в тех местах, где никогда не было ископаемых, которые могли бы его излучать. Все эти находки дают ученым возможность предполагать, что когда-то наша планета могла быть полигоном для ядерных испытаний. Однако существует и еще одна версия. Исследователь Джеймс Муассан считает, что тысячи лет назад Земля была полем боя для высокоразвитых цивилизаций, которые не хотели атомной войны на своих планетах. Да, у нас достаточно оснований полагать, что НЛО посещали Землю уже сотни лет назад, даже тысячи. А также есть доказательства, что на Земле даже были войны между инопланетянами. В это сложно поверить, это сложно доказать, но мы провели исследование различных физических объектов, которые я обнаружил. И мы пришли к выводам, что инопланетяне действительно посещали Землю и раньше, и даже воевали здесь либо между собой, либо против кого-то. Обе версии заслуживают пристального внимания ученых. Известный немецкий ученый Гартвик Хаусдорф провел свое исследование и обнаружил в древних эпосах разных народов мира описание жестоких битв, которые устраивали на небе могущественные боги. Но самое невероятное в том, что древние авторы описывают это так детально, как будто наблюдали это своими глазами. В одной из моих книг я опубликовал снимки рисунков периода Каменного века. Это наскальная живопись, которую я обнаружил в пещерах Франции и Испании. Там на стенах пещер люди Каменного века изобразили какие-то летающие объекты, возможно, богов, которых они наблюдали летящими по небу. Но за что воевали небесные создания? За господство на Земле или здесь скрыта какая-то тайна? Изучая древние манускрипты, ученые выдвинули поистине революционную гипотезу, согласно которой гости с других планет не просто боролись за господство на Земле. Они отстаивали право первыми заселить планету, дав начало человеческой цивилизации. Во время исследований в Китае мне, первому некитайцу в мире, выдали особое разрешение, чтобы посетить закрытые военные объекты. И там я обнаружил более ста пирамид. С этими пирамидами тесно связаны легенды и мифы древнего Китая. Они постоянно рассказывают о легендарных пяти императорах, которые правили еще до того, как к власти пришли первые китайские династические правители. И эти древние императоры не уставали повторять, что их предки были не землянами, а сыновьями неба, прилетевшими на Землю из космоса на огнедышащих металлических драконах. И эти мифы появлялись за многие тысячи лет до нашего лета исчисления. Но если эта гипотеза верна, то получается, что весь человеческий род ведет свою родословную от богов. Но возможно ли такое? Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, исследователи снова обратились к древним текстам. В одной из древнеславянских былин они обнаружили описание жестокой битвы богов за право любить земную девушку. В тексте сказано, как ясное небо озарили яркие вспышки молний. И через мгновение из ослепительного света появился облик могучего богатыря. Это бог Перун. Покровитель славянских воинов мчится по небу на огненной колеснице. Бог скачет, чтобы спасти свою избранницу, славянскую девушку по имени Додола, которую похитил хитрый бог Велес. Велес возлюбил жену Перуна, Макош. И ее похищает, скрывает от мужа. А Перун гонится за Велесом, гремит громами. Согласно древней легенде, чтобы вернуть свою возлюбленную, бог Перун развязал на небесном Олимпе настоящую войну. Десять дней землю заливали дожди, небо озаряли яркие молнии, а раскаты грома были слышны на сотни километров. И только после того, как Перун чуть было не разрушил весь мир, Велес вернул красавицу Додолу. Долгое время эта древняя славянская история считалась не больше, чем мифом. Однако совсем недавно историки обнаружили удивительный факт. Оказывается, красавица Додола, из-за которой славянские боги развязали кровопролитную войну. Не вымышленный персонаж, а реальная личность, русская девушка, которая славилась своей неземной красотой. Но тогда кем были славянские боги на самом деле? Почему они воевали за право любить земных женщин? Дальнейшее исследование древних славянских рукописей открывало перед историками удивительные подробности. Оказывается, после того, как Перуну удалось вызволить из плена свою вонлюбленную, Додола родила белокурого мальчика, первого полубога на земле. Мифологические представления о том, что боги сходились с небес, женщинам зачинали от них детей и народа целая, у нас все-таки существовало. В южнославянском эпосе тоже зачастую герои зачинаются от змея. А это опять-таки ссылка у южных славян как раз очень часто именно огненные змеи с небес связываются с Перуном. Блина любви земной девушки Додолы и бога Перуна является центральной в эпосе древних славян. Удивительно, но подобные сюжеты часто встречаются в индийских, шумерских, египетских и древнегреческих легендах. Бог Солнца Ра был прародителем всех египетских фараонов. От любовного союза греческой богини Фетиды и смертного мужа Белея родился великий воин Ахиллес. Всесильные боги спускались с небес и любили земных женщин. И от этих союзов рождались герои. Избранные дети, которым боги передали часть своих знаний, обладали уникальными способностями. Они могли видеть будущее, управлять силами природы, исцелять людей и творить настоящее волшебство. Так на земле появилась раса сверх людей. Земной климат оказался недостаточно пригодным для бессмертных и полбессмертных существ. Поэтому вполне очевидно, что для нормального управления планеты и организации некой цивилизации на ней были необходимы некие промежуточные виды, которые бы сочетали в себе с одной стороны некие генетические признаки своих создателей, но с другой стороны и возможно тех форм жизни, которые на планете уже были. Потомки богов стали во главе создаваемой ими цивилизации. Именно поэтому все герои эпосов и легенд, все великие воины и полководцы, фигурирующие в мифах, обязательно принадлежат к высшим кастам общества. И именно им небесные создатели даровали сверхмощное оружие, с помощью которых они должны были защищать свой народ. Многие представители египетской знати, египетских фараонов, жречества по сути своей являлись возможно потомками той самой расы богов. Самые полные детальные и достоверные описания древнего оружия содержатся в древне индийских эпосах. Невероятные луки, шивы и арджуны, стратегическое оружие астровидья, уничтожавшее сотни тысяч людей. Откуда у древних могли появиться такие средства ведения войны? Возможно это и есть дары богов, которые преподносили только самым достойным из людей. И какие виды оружия описаны? Ну самые разные, в том числе неземного происхождения. В частности есть оружие шивы, оружие норайны, то есть существа свыше планет приносили сюда в некоторых случаях. Например оружие основанное на воде или скажем оружие, которое основано на действии огня. Причем одно другое почему-то нейтрализует. Одно из самых страшных средств арсенала древних людей индийские эпосы называют словом Нараяна. Его действие описывается красочными метафорами, смысл которых становится очевидным, когда за исследование документа берется ученый. Такой вселенский холод наступает, знаете, когда вот есть такое оружие Нараяна, когда вообще все замерзает. Просто если выражаясь языком современной физики, скажем так, классической, то есть вот бронзовское движение просто останавливается, прекращает, просто все замерзает и останавливается. Вот такой вид оружия описывается. Однако даже самые достойные не смогли справиться с полученной мощью. Летописи и мифы свидетельствуют о том, что бесценные дары богов, попав в руки древних людей, принесли в конце концов горе и уничтожение цивилизации. Контакт с землянами имел вполне физический и очень активный характер. И учитывая эти факторы, никоим образом не было возможности учесть фактор духовности при передаче знания. Что впоследствии, как я и сказал, не очень позитивно, скорее негативно сказалось на судьбе нашей цивилизации. И в какой-то момент после последней катастрофы, это падение крупного Азорского планетоида 13 665 лет назад именно в район Азорских островов, который и привел к страшным разрушениям и смещения орбиты Земли и так далее. Это период, когда начался мощный упадок на Земле, этот упадок он коснулся в том числе и тех знаний, которые были получены землянами к тому моменту. Остатки погибшей цивилизации рассеялись по Земле, сверхтехнологии были безвозвратно утрачены, а разрозненных знаний хватило только для того, чтобы удержать человечество от вымирания. Но даже эти крохи сформировали цивилизации, которые сегодняшние историки называют великими. Знания были раздроблены и они каким-то образом сформировали цивилизацию шумер, китайскую цивилизацию, египетскую цивилизацию уже в более поздние времена, Атлантиду, Гиперборею, Пацифиду. Это все части некогда единого, но уже разрозненного знания. И вот это знание уже в разрозненном виде мы и называем на сегодня неким сакральным знанием. Ученые убеждены, то, что сегодня называется тайным знанием, остатки невероятных технологий, многие тысячи лет назад переданных людям инопланетными создателями. Сакральные знания. Безусловно, такие знания существуют. И они существовали. Эти знания были получены, как я уже говорил, от глубокой древности, от цивилизации очень высокого уровня развития. И они определенным образом и критически повлияли на историю нашей цивилизации. На историю того, как все начало складываться здесь. Уничтоженные цивилизации прошлого остались только в древних документах. Но сегодня человечество оказалось на подступах к таким же технологиям. Масштабным и устрашающим. Кажется невероятным, но эта точка в развитии человечества уже была предсказана. Веды не являются продуктом человеческого разума. То есть они были даны людям в готовом виде. Ну, то есть даже сейчас в оставшихся ведах мы можем найти описание таких вещей, которые в современной науке вообще не снились просто. То есть описание различных планет, форм жизни, которые обитают на разных планетных системах. Там очень много всего. описание летательных аппаратов, которые используют при движении между различными планетами, они могут перемещаться, они используют энергию эфира. Там есть такое предсказание, что через некоторое время люди додумаются до этого и построят такие аппараты. То есть это наше будущее ближайшее. артефакты и сооружения, которые дошли до нас с тех времен, когда боги делились людьми своими технологиями, тоже имеют смысл и назначение. Благодаря им человечество помнит о том, что невозможного не существует и все то, что было преподнесено нам в дар, мы однажды сможем создать своими руками. И дело даже не в том, что мы не можем построить это. Просто проблема в том, что мы чувствуем, что это сделано с помощью каких-то высших сил. И это в точности то, что нам говорят наши предки. Они говорят, что эти вещи мы делали с богами, с помощью богов. Но это не был конец света. Это не просто пришельцы прилетели на землю и построили это для нас. Это то, что мы построили с помощью внеземных существ. это то, что говорит нам, как мы должны превосходить себя, и мы должны стремиться превзойти себя. И когда мы делаем подобные вещи, финальный результат что-то красивое, что-то волшебное, что-то, что будет существовать всегда, что-то, что будет истинно чудом света. Исследователи убеждены, у наследия древних богов есть и еще одно назначение. В древних текстах сказано, что люди, не достигшие высочайшего уровня духовного роста, не должны получать в руки по-настоящему мощные технологии разрушения, потому что в результате может получиться так, что легенды о нас и наших детях будут изучать по мифам и преданиям через миллион лет после очередного конца света. Существует еще одна версия, объясняющая, как именно могло попасть в руки наших далеких предков оружие чудовищной разрушительной силы. И в этом случае на помощь исследователям снова приходят мифы. Российские исследователи убеждены, что древние герои обладали технологиями, позволяющими им перемещение на огромное пространство. И поэтому в представлении далеких потомков они стали богами. Причем имена богов разных стран на проверку оказываются одними и теми же именами. Описываются в принципе одни и те же боги. Тот же самый греческий бог Аполлон это бог Солнца. Это то же самое наш советский бог Купала, который звучит точно так же. Греки описывали Аполлона как голубоглазого светловолосого бога, который пролетал на золотой колеснице, запряженной лебедями из страны северного ветра Гипербореи, то есть со стороны современной России. То же самое Геракл своими подвигами по всей видимости это в неком виде искаженный миф о одном из наших древнеславянских богатырей по имени Ярослав. Дело в том, что опять-таки с точки зрения филологии имя Геракл, что переводится как слава богине Гере, пишется как Хероклавус, вот если записать это буквами. И вот это вот Хероклавус это чисто наш Ярослав. Что у нас тоже переводится как слава Яру. Но только Гера это женская ипостась, а Яра это мужская. Ученые обнаруживают следы древнейшей цивилизации на всех материках и континентах. По мнению исследователей это может говорить о том, что на всей территории планеты существовало несколько высокотехнологичных государств с примерно одинаковым уровнем развития. Действительно экспедиции было очень много и в каждой экспедиции есть какие-то свои особенности, свои нюансы. Будь то экспедиция в Адаленную смерть в Якутию, будь то экспедиция в Камбодзу в какой-либо комплекс или в Египет, там всегда встречается много фактов, нюансов, которые говорят о том, что цивилизация в древности обладала достаточно высоким уровнем развития. Ученые убеждены, что уровень развития этих цивилизаций был до такой степени высок, что они могли влиять на геологические и климатические процессы. Сегодня человечество только приближается к пониманию реальных возможностей влияния на климат. До того на протяжении двух сотен лет единственным результатом в этой сфере был парниковый эффект. Только в 21 веке человечество вплотную подошло к разработке климатического оружия. Но благодаря сенсационным открытиям ученых можно утверждать, что древние люди располагали целым арсеналом, позволяющим управлять погодой. Климат это вообще удивительная штука и с помощью климата можно управлять государством очень легко. Устраивать засухи, наводнения, землетрясения, извержения вулканов. И вполне возможно, что древние люди, как раз используя это оружие и починив себе с одной стороны силу природы, они смогли создать рай на земле. Когда хотят, идет дождь, когда не хотят, не идет дождь, светит солнце. Растет трава, все хорошо. В соответствии с сохранившимися хрониками, египетские пирамиды стояли карты и современные исследования неоспоримо доказывают, что когда-то рядом с этими циклопическими сооружениями текли реки, русло которых до сих пор можно обнаружить с помощью специальной археологической аппаратуры, а вокруг пирамид цвели сады. Но по одной из версий, именно эксперименты с климатическим оружием и стали причиной угасания древнейшей цивилизации. Это не была война миров. Это была война человека и природы. Вполне возможно, что древние жители просто немножко заигрались. И заигравшись с этими погодными явлениями, они точно так же могли получить как ледниковый период, так и смещение поясов, и наводнение, которое могло спокойно затопить Атлантиду, губить Гиперборею, Лемурию и много других стран. Исследователи древних цивилизаций настаивают на том, что численность доисторического человечества была довольно невысокой по сравнению с современными масштабами заселения планеты. Высокотехнологичная цивилизация не предполагает социального расслоения. Ей не нужен многочисленный персонал, обслуживающий станки, не нужна сфера обслуживания, а уровень развития настолько высок, что класс нищих и безработных, сегодня составляющий большинство населения планеты, просто невозможен. Все высокотехнологичные цивилизации, заселившие нашу планету сотни тысяч лет назад, вряд ли могли насчитывать по совокупности больше нескольких миллионов человек. Люди вряд ли расселялись один человек на десятки и сотни километров. Естественно, люди расселились достаточно компактно. Они строили города, строили храмы, некие сооружения дороги, летали друг другу на летающих кораблях. В Южно-Африканской республике есть феноменальное сооружение, аэродром, который никогда и никем не был построен. Когда в 20 веке колонисты пришли в это таинственное место и начали выбирать оптимальную точку для строительства взлетно-посадочной полосы, оно нашлось подозрительно быстро. расчистив площадку, они увидели идеально уложенные каменные плиты. Ну да, они были немножко там, взросли кустарником и так далее, но фактически им осталось только построить несколько хозяйственных сооружений, и все, аэродром был готов. местный местный житель говорит, что да, это все было, тут уже мы сколько живем, наши дедушки, бабушки, все это до сих пор. Исследователи и археологи нашли более 20 таких площадок по всему миру, и никто из местных жителей не имел ни малейшего представления о том, кто и когда построил в этих местах взлетно-посадочные полосы. Исследователи единодушны. Очевидно, именно здесь находились места компактного проживания древних людей. И именно в этой компактности, похоже, кроется секрет внезапного исчезновения цивилизации далекого прошлого. При компактном расселении очень легко цивилизация быть уничтоженной, потому что любые сейсмологические явления, землетрясения, наводнения, опять-таки любые удары, в том числе ядерным оружием, фактически уничтожают собачьих цивилизаций. Климатическое оружие не единственная версия исчезновения древних цивилизаций. Исследователи уже не подвергают сомнению тот факт, что уровень их развития серьезно опережал современный мир. Поэтому спектр инструментов самоуничтожения был крайне широким. То, что мы на сегодня называем сакральными знаниями, это есть определенный объем знаний, который в той или иной форме сохранился. И он берет свое начало именно от цивилизаций очень высокого уровня развития древних цивилизаций. В истинном смысле допотопных цивилизаций. И эти знания, они оказали очень серьезное влияние на судьбу нашей нынешней цивилизации. Человечество человечество, которое сегодня принято называть доисторическим, было развито не только и не столько технологически. Ученые, предметно занимающиеся исследованиями древнейших цивилизаций, сходятся на том, что человек того времени радикально отличался от нас. В первую очередь аномальными способностями. Жители нашей планеты в те времена обладали другими способностями совершенно. И разум, и память, и вообще все способности были намного выше, чем сейчас. И соответственно летательные аппараты тоже разные использовались. И даже разные виды оружия использовались. Летательные аппараты, оснащенные совершенным оружием, упоминаются в абсолютном большинстве доисторических хроник. От легенд Центральной Америки до мифов Древнего Китая. Причем большинство из них свидетельствует о том, что наши далекие предки могли свободно перемещаться не только по поверхности планеты, но и путешествовать межзвезд. Различные использовали летательные аппараты, в том числе они путешествовали на летательных аппаратах с высших планет. Вместе с обитателями высших планет они путешествовали на их кораблях. В числе прочих исторических свидетельств межпланетные корабли и путешествия между мирами описаны как в эпосах народов Северной Европы, так и в Индийских Ведах. По мнению ученых, это еще одно свидетельство того, что Запад и Восток Евразии населяли две техногенные цивилизации одинаковой мощи. Существа наделенные сверхвозможностями и собственно способными летать, перемещаться в том числе и на другие планеты. Об этом очень много есть в Индийских Ведах. Об этом по большому счету есть очень много в скандинавских мифах. Именно скандинавские эпосы натолкнули исследователей на мысль о том, что когда-то наша планета была отправной точкой для межгалактических путешествий. Слово планета тогда не употреблялось, потому что планета первая из греческого буждающая звезда, тогда это все называлось Земли. Вот наша планета Земля Мидгард была одной из многих. И древние скандинавы это знали. И опять-таки боги жили на другой планете, которая называлась Асгард. Другие представители великаны жили на другой планете. И скандинавские мифы об этом рассказывают. Они рассказывают о войнах, которые происходили между этими группами. Доказательства межпланетных перелетов и звездных войн, в которых наша планета была задействована, обнаруживаются в самых разных уголках планеты. Одно из наиболее громких открытий, подтверждающих эту теорию, было сделано еще в прошлом веке японскими исследователями из Токийского университета. Исследование статуи Догу привлекло интерес научной общественности всего мира и в конечном счете. Именно этот артефакт, чей возраст исчисляется тысячами лет, был взят за основу при разработке скафандра для американских космонавтов. Мне известны по меньшей мере несколько примеров изображений доисторических космонавтов. Статуи Догу из Японии, самые известные из них примерно такого размера. Они датированы периодом Дзямон, то есть около шести тысяч лет до Рождества Христова. У этих фигурок легко распознаваемые детали космического скафандра, то есть шлемы, застежки, ну и так далее. В 60-е годы снимки этих фигурок и результаты экспертиз были отправлены в НАСА. И на основании этих изображений НАСА создало собственный скафандр для космонавтов. Удивительная находка была сделана в районе Калуги. Там были обнаружены головы из камня, одетые в нечто наподобие детали космического скафандра. В районе рта шланг, возможно для снабжения кислородом. Картинку вы потом можете взять из моей книги. В начале прошлого года научный мир взорвала очередная сенсация. Последнее исследование древнейших манускриптов из индийских хранилищ до недавнего времени закрытых от непосвященных в очередной раз подтвердили тот факт, что в Индии располагался центр одной из доисторических цивилизаций с развитой инфраструктурой и развитыми военными технологиями. Исторические документы Индии говорят о цивилизации, которая существовала на Земле миллионы лет назад. Они также описывали некоторые их вещи. Во-первых, у них были космические корабли и самолеты, которые в манускриптах назывались виманы, и даются описания различных типов виманов, древних космических кораблей и самолетов, а также было описано древнее оружие, которое мы можем отнести к ядерному оружию. Также они упоминают про огромные города и другие знаки, которые присущи высокоразвитой цивилизации. Проблема заключается в том, что это все не сохранилось по прошествии миллионов лет. Более того, в этих хрониках сохранились не только доказательства существования высокоразвитой цивилизации, но и свидетельства контактов с иными мирами. Причем в этой версии инопланетяне были неблагосклонными богами, дарующими землянам блага цивилизации, а равноправными партнерами, а иногда и стратегическими военными противниками. Да, античные манускрипты имеют описание космических кораблей. Мы можем называть их НЛО. Например, был случай НЛО, описанный в древнем манускрипте. Космический корабль, сделанный из железа или стали. Он был получен королем на этой земле по имени Шалва. Он получил этот корабль от внеземных цивилизаций, от существа, который был инженером внеземных цивилизаций. Король Шалва использовал НЛО, или космический корабль, который он получил от инопланетянина для атаки города на земле под названием Дварка. Город Дварка до сих пор существует в северо-западной Индии. В документе, о котором говорит известный американский ученый Майкл Крымо, рассказывается, что свое боевое транспортное средство Шалва получил в обмен на оружие, которым он обладал. В этом документе говорилось, что одним из оружий у этого короля было что-то похожее на вспышку молнии. Часть города была разрушена этим энергетическим оружием. Также там говорилось, что когда этот космический корабль атаковал город, он летал очень необычно. Иногда он появлялся в нескольких местах одновременно, а иногда он появлялся только в одном месте. Его движения были очень необычными, несравнимыми с движениями наших самолетов сегодня. Его движения были описаны как движение бабочки. Это было описано в тексте 5000-летней давности. Сегодня многие описания, которые люди дают об НЛО, очень похожи на эти древние свидетельства. Древние описания НЛО, которые атаковал древний город Дварков, Индии, в Древней Индии. Еще один военный конфликт, также сохранившийся в виде легенды, дошел до нас сразу из двух источников из скандинавских стран и из Индии. Историки предполагают, что речь идет об одной и той же войне, в которой сошлись народы северо-западной и юго-восточной части Евразии. Викинги назвали ее войной асов и великанов, индусы, войной девов и асуров. Причем в более поздних толкованиях стороны тьмы и добра несколько раз менялись местами. В Индии эта война девов и асуров, где девы были хорошими богами, а асуры были плохими богами. В Иране была идеология немножко другая, поэтому асуры были хорошими богами, собственно, Ахура Мазда известна всем, а девы были злыми демонами, с которыми сражались добрые боги. Эхо этой войны отразилось во многих легендах и у многих народов, в том числе в мифе древней Греции о битве богов и титанов, а также у древних шумеров и египтян. Абсолютно то же самое, соответственно, были боги, были титаны, которые были родственниками, и одни были детьми других, но тем не менее боги свергли титанов, и сами начали править. То же самое, по большому счету, можно проследить в шумерской мифологии, в египетской мифологии. то есть сюжет абсолютно один и тот же на территории всей нашей планеты, который выделяет некие две расы, расы сверхсуществ, которые друг к другу вели войны, но периодически также был период, когда они мирно существовали. Кто именно участвовал в этой войне, в чем была ее причина и чем она закончилась, достоверно выяснить уже невозможно, за исключением того очевидного факта, что ее итогом стало уничтожение всех участников конфликта. Но остались детали, по которым можно судить о цивилизации сверхлюдей, владеющих оружием огромной мощи и обладающими сверхспособностями. Одна из них неизвестный сплав, который спустя десятки, а возможно и сотни и тысячи веков украшает статуи Гаруды, ритуального ездового животного в индуистских храмах бога Вишну. Его происхождение остается загадкой, а состав ставит в тупик ученых-физиков и химиков. У входа в каждый храм Вишну стоит такая колонна, на нем находится Гаруда, и вот об этих колоннах идет речь. То есть в Пури в частности вот эта колонна и знак Вишну, который находится наверху храма, венчает храм такое колесо, чакра. Он как раз был изготовлен с помощью таких технологий ведических, с помощью мантр и чистота этого металла вообще не поддается никакому осознанию современному. Впрочем, и эта версия древних войн имеет свое пророчество. И как в случае с божественным или инопланетным вмешательством, оно с одной стороны полно оптимизма и веры в людей, с другой является суровым предостережением. Там говорится о том, что через некоторое время там дается такое предсказание, люди снова получат доступ к такой технологии и построят такие летательные аппараты. Однако обе эти версии вызывают массу вопросов у традиционной науки. И главный аргумент, который приводят сторонники консервативной дарвинистской теории происхождения человека, поначалу кажется бесспорным. Археологические исследования, проведенные самым современным способом радиометрического датирования и уранового анализа, со всей очевидностью свидетельствуют о том, что первые признаки разумной жизни насчитывают максимум 10 тысяч лет. Но совсем недавно этот тезис был полностью опровергнут. И для того, чтобы его опротестовать, понадобилось совсем немного. Оказалось достаточным допустить что несколько тысяч лет назад наша планета пережила жесточайшую ядерную войну. В середине 70-х годов в советских научных журналах вышла серия статей, которая осталась незамеченной никем, кроме небольшой группы специалистов. Ученые обнаружили в Средней Азии остатки каменных городов, почти полностью занесенных песком. В самой находке домов из камня не было ничего удивительного, если бы не одна важная деталь. этот камень оплавлен и представлял собой как бы даже стекло, то есть это был жар, эти города были уничтожены жаром, который превосходил обычный костер. И тогда зародилась мысль о том, что это было результатом ядерного взрыва. Похожие следы обнаружены и на стенах древнего города Махенджадара в Пакистане. каменная кладка оплавлена температурами, которые просто невозможны в условиях средневековья. Дальнейшие исследования показали, что город был сожжен и разрушен, но ни в нем самом, ни поблизости не обнаружено ни одного захоронения. Как будто сотни людей просто исчезли в одно мгновение. Пытаясь разгадать эту загадку древности, исследователи выдвинули версию, что город был уничтожен ядерным ударом, однако подтвердить ее оказалось непросто. Ни в одной из легенд не упоминается про столь мощное оружие, которое по силе своего поражения сравнимо с атомной бомбой. Историки уже отчаялись, но неожиданно обнаружили в индийском эпосе Махабхарата упоминание о мистическом оружии астровидья, описание которого идеально подходит под определение тактической ядерной ракеты. В Махабхарате упоминается о том, что Арджуна, когда преследовал врагов, татьев, он использовал небесное оружие, астровидью, искусство управления которым он научился у известных учителей военного искусства и у полубогов. И они даже просили его, не используя это дивное оружие у Арджуна, потому что оно ярче тысяч солнц и пронзает зародыши в чреве матерей. Арджуна – герой древнеиндийского эпоса Махабхарата. Некоторые исследователи считают, что это реальная историческая личность, правитель и великий воин, обладающий оружием колоссальной разрушительной силы. Но если это действительно так, и Арджуна владел оружием полубогов, значит, на земле должны были остаться следы его применения. Это кажется невероятным, но проведя тщательное исследование, ученые нашли такие следы. Меня интересуют вопросы, касающиеся того, каким образом в распоряжении древних людей оказалось ядерное оружие, и почему они вели войны друг с другом. Большинство достоверных описаний ядерного оружия сохранилось именно в индийских эпосах. Но как далекие предки современных индийцев смогли развить свою цивилизацию до уровня, обгоняющего технологические возможности современной науки? Древнеиндийская цивилизация — это очень своеобразная и интересная культура, потому что, например, они говорили, что они воевали в небесах, что у них были необыкновенные летательные аппараты, что они могли делать такие вещи, что, по сути, было похоже на ядерные взрывы. Ну, или, по крайней мере, сегодня мы могли бы отнести их к ядерным взрывам. Именно в индийских эпосах содержится описание одной из самых разрушительных ядерных битв в истории планеты. Это иллюстрация из древнего эпоса Махабхарата с изображением битвы на Курукшетре. Согласно древнему тексту, к войне привела династическая борьба за трон Хастинапуры между двумя кланами двоюродных братьев Кауравами и Пандавами. К роду последних и относился Арджуна. Однако не все исследователи согласны с этой точкой зрения. Изучая древние легенды, ученые все чаще приходят к мысли, что много тысяч лет назад произошла ядерная война между древними жителями Земли Асурами и богами, которая привела к экологической катастрофе и изменению условий жизни на нашей планете. Потому что все, что в ней описано, вот эта великая битва на поле Куру, это как бы продолжение земной варианта, так сказать, перенесенная на Землю продолжение великой из вечной битвы богов и, значит, их антагонистов, противников асуров. Ну, нельзя сказать демоны, потому что это скорее похоже на индийских, лендогреческих титанов, такие просто противники богов, антибоги. Сегодня поле Куру, место, где началась та страшная битва, считается священным. Легенды гласят, что тысячи лет назад здесь погибло более полумиллиарда человек. Но такое количество воинов просто не может поместиться на таком поле. Ученые убеждены, что эта цифра может быть верной только при одном условии, если война шла на всем континенте. Это стражение произошло около пяти тысяч лет назад на территории современной Индии, неподалеку от Дели. Это место называется Курокшетра. Это очень известное место, святое место. и в этом святом месте произошло самое крупное сражение. Тогда погибло по разным данным что-то около 640 миллионов человек. Было очень большое сражение. Подтверждением того, что битва на поле Куру, упоминаемая в Махабхарате, на самом деле простиралась от Индийского до Атлантического океана, может служить тот факт, что легенда об этой битве в том или ином виде сохранилась не только у индийцев. Там очень много есть общего с эпосами разных народов, но главным образом с эпосами народов, которые когда-либо обитали в средней полосе Евразии, в степи евразийской. Исследователи и древней индийской, и древней славянской истории в своих работах исходят из того, что описываемые в Махабхарате события имели место несколько тысяч лет назад. Но тогда возникает вопрос, почему за такой относительно короткий период времени исчезли все значимые артефакты? Где остовы межпланетных кораблей? Где остатки заводов и огромных сверхтехнологичных производств? Где останки тех миллиардов людей, которые очевидно умерли раньше мамонтов и динозавров? У исследователя и автора бестселлера «Запретная археология» Майкла Крымо на этот счет своя версия. Преподаватели, которые были у меня в школе и в университете, говорили, что первый человек, похожий на нас, появился менее чем 150 тысяч лет назад. Поэтому мысль о том, что люди существовали несколько миллионов лет назад, была новой для меня. Мне стало интересно, эти древние документы, это действительно что-то вроде летописей? Или это мифологические записи? Я начал проводить исследования по истории археологии. Ученый задался вопросом, почему во всех современных учебниках и многих научных статьях по археологии описываются только те открытия, которые поддерживают официальную доминирующую теорию дарвиновской эволюции. И у него возникло ощущение, переходящее в уверенность, что данные тщательно фильтровались с определенной целью убедить мир в том, что люди похожие на нас впервые появились менее чем 150 тысяч лет назад, развившись из обезьяноподобных предков. Но когда я просматриваю что-то кроме учебников, например, оригиналы научных докладов на разных языках со времени Дарвина до настоящего времени, я нахожу множество описаний человеческих костей, артефактов, человеческих следов, которые датируются миллионами лет. Это было очень удивительно. Ученый провел детальное исследование источников, поднял археологические отчеты, начиная с того времени, как они вообще появились и начали систематизироваться. Результат поразил самого ученого. То, что я нашел, весьма отличалось от тех открытий, которые описываются в учебниках. Я думаю, что метод датировки основан на точных научных принципах, например, периоде распада различных радиоактивных элементов. Но в любом случае, этот метод датировки может быть не всегда верным в связи с загрязнением образцов. Так исследователь приблизился к точке, которая грозит полностью перевернуть всю археологию как науку. Радиоуглеродный метод и способ изотопного анализа, которые до сих пор считались самыми прогрессивными, современными и точными средствами определения возраста находок, дают серьезный сбой, если объект уже подвергался воздействию радиации. Поэтому я считаю, что методы датировки основаны на точных научных принципах, но в каждом конкретном случае они могут быть ошибочными. Да, моя теория заключается в том, что люди, похожие на нас, существовали миллионы лет назад. Очень многие исследования это доказывают. Некоторые из них относятся к довольно современной истории археологии, а некоторые к древней истории археологии. Это открытие может расставить на свои места все загадки, связанные с древними ядерными войнами, перевернуть представление об истории человечества и ответить на самые неожиданные вопросы. В свете этой теории становится понятным не только, почему сегодня невозможно найти следы масштабной древнеиндийской войны с многомиллионными жертвами, но и, например, почему весь континент западнее Индии густо усыпан озерами почти идеально круглой формы. Это воронки от разорвавшихся бомб. Мы что в первом приближении, в первом приближении могут быть похожими. Мое мнение таково. Ударные структуры космических объектов, например, можно и так сказать. Однако считать эти озера следствием метеоритного дождя мешает сразу несколько важных обстоятельств. Остается непонятным, почему они рассеяны по всему континенту и почему все они примерно одинакового диаметра. Есть и иные, гораздо более показательные признаки, свидетельствующие о вполне земном и даже техногенном происхождении этих озер. Чем отличаются? Ну, я думаю, больше такой центровкой, по всей видимости, самого расположения ядерного заряда и тем его больше такой акцентированности симметрии, быть может. потому что, как говорил Евгений Гатович, то все-таки космические тела имеют угол падения и их, так сказать, последствия на поверхности Земли в виде отпечатка или там какой-то серии продуктов этого контакта это все-таки некие овоидные структуры, как мне кажется. То есть это эллипсы, это, так сказать, а воронка все-таки от ядерного взрыва есть таковая имеется, это должен быть некий конус. Это именно наземного ядерного взрыва. Для того, чтобы оставить воронку круглой формы, небесное тело должно падать строго перпендикулярно Земле. Метеориты летят с огромной скоростью на вращающуюся Землю. И даже если бы несколько из них попали в земную кору под необходимым углом, то это был бы исчезающий малый процент от общей массы воронок неправильной овальной формы. В случае с Сибирскими и Уральскими озерами вариант с небесными телами не подходит в силу сугубо геометрических причин. Это некая центральная структура, чей корень уходит на глубину и по краям она выражена более концентрической круговой формой. География озер воронок чрезвычайно широка. Если взять за основу, что это именно следы ядерных атак, возникает уверенность в том, что человечество пережило мировую ядерную войну. Я могу сказать, что этих круглых озер не только от Индии до России, они вообще, эти круглые озера разбросаны по всему миру. Причем многие воронки достигают таких удивительных размеров, абсолютно правильных, пропорциональных, что если предположить, что это воронки от ядерных взрывов, то по большому счету взрывались бомбы, которые были в десятки раз мощнее тех бомб, которые сбросили на Хиросиму Нагасаки. Результатом такой войны могли стать необратимые изменения в жизни планеты. Возможно, полное уничтожение развитых техногенных цивилизаций было не единственным последствием ядерного конфликта. Исследователи предполагают, что Земля могла изменить ось вращения и даже орбиту. Облака радиоактивного пепла неизбежно должны были спровоцировать серьезнейшие экологические изменения. Если ученые правы, и дело обстояло именно так, получает объяснение еще одна загадка далекого прошлого. Можно говорить, что война шла настолько интенсивно, что вполне возможно это в последующем могло повлиять на климат, привести к ядерной зиме, тому самому ледниковому периоду, который, естественно, ученые признают и считают, что он существовал, но вполне возможно, что он, собственно, явился последствием этой войны. Последствий древнего ядерного конфликта даже больше, чем можно было ожидать. Человечество запомнило его на уровне генетической памяти. Возможно, именно поэтому сегодня столько крупных международных организаций занимаются исключительно тем, что пытаются сдерживать развитие ядерного потенциала и максимально ограничивать количество стран, обладающих красной кнопкой. И, возможно, именно поэтому озера воронки, которые напоминают нам о страшных событиях древности, пользуются дурной славой среди местного населения, несмотря на то, что полностью утратили радиоактивность. Воронок этих очень много, их очень много на территории России, и что достаточно интересно, что на территории России, я сам видел эти воронки, многие местные жители стараются обходить эти места страной, считая их проклятыми. И они дают им очень интересное название. Мертвое озеро, Шайтан озеро, Дьявольское озеро и так далее. То есть, опять-таки, это связано с некой наследственной памятью, которая говорит о том, что озеро как-то образовалось не совсем по-доброму, и в образовании ничего хорошего не несло. Получается, что древним людям действительно были доступны ядерные технологии. И еще одно доказательство этой, казалось бы, невероятной теории ученые обнаружили в древнееврейской мистической книге Каббала. Книга тайного знания, которую рассекретили только в 1993 году, описывает один из священных предметов христианства, ковчег завета, как ядерный реактор. Ведь в самой Библии в принципе не так уж и много упоминаний о нем. Там сказано, что люди, которые прикасались к этому ковчегу, получали удар электротока и умирали. Но древнееврейская Каббала повествует о множестве тайн, связанных с ним. Она описывает его более подробно. В нем имелся небольшой атомный реактор, который в течение многих лет производил электрический ток. И этот же аппарат путем фотосинтеза производил ту самую манну небесную. Из особой разновидности водорослей посредством гидролиза производился солодовый сахар, которым и питались израилиты на протяжении 40 лет, пока они бродили в пустыне. В древних текстах есть упоминание о сверхъестественных свойствах ковчега. По преданию, когда ковчег перевозили из Кириаф и Арима на новой колеснице, в дороге валы его сильно наклонили и Оза простер руку, чтобы придержать его. Но Господь разгневался на него и поразил его за то, что он простер руку свою ковчегу и он умер тотчас. Однако не все исследователи согласны с версией божественного гнева. Говоря о ковчеге завета, я абсолютно убежден, что внутри этого короба, который перемещался затем по земле, находилось в центре некое устройство, которое имело тоже инопланетное происхождение. Но что это было за устройство и для чего оно было установлено внутри ковчега? Известный немецкий исследователь Хаусдорф придерживается версии о том, что ковчег завета был своего рода миниатюрной атомной станцией, внутри которой находился ядерный реактор. Версию немецкого ученого косвенно подтверждают священные тексты. Согласно библейскому описанию, ковчег представлял собой золотой сундук, внутри которого был деревянный короб, а там еще один ларец из свинца. Хаусдорф убежден, что это оптимальная защита для ядерного реактора. Более того, ковчег завета находился в Скинии, а потом в Иерусалимском храме, то есть всегда хранился за жилой территорией. Перемещать ковчег завета могли только специальные жрецы-носильщики, которые клали святыню на длинные шесты. Прикасаться к ковчегу было строго запрещено. Если там действительно был ядерный реактор, то он должен по-прежнему излучать радиацию системы. Еще одна феноменальная находка, свидетельствующая о ядерных войнах далекого прошлого, была обнаружена в 70-х годах в африканском государстве Габон. Французская компания, разрабатывавшая здесь месторождение урановой руды, неожиданно обнаружила, что содержание урана-235 в добываемом сырье значительно ниже предполагаемого. Обнаружилось, что урановое месторождение в Окло в Габоне имеет такие очертания, которые с учетом периода полураспада урана позволяют прийти к выводу. Почти 2 миллиарда лет назад, а точнее 1 миллиард 750 миллионов лет назад здесь находились 14 атомных реакторов. Все это подсчитано физиками с большой точностью. Но возникает вопрос, кто же мог столько лет назад создать атомный реактор? Последнее исследование дали ученым возможность предположить, что война шла по всему континенту. Но у тех народов, которые отступали строго на восток, была возможность защититься от постоянных ядерных ударов с воздуха. Поэтому они смогли предотвратить мутации, неизбежные в случае сильного облучения. А вот те, кто пошел севернее или южнее, такой защитой не обладали. Та же самая монголоидность сегодня ученые доказают, что в большом счете это один из первых признаков радиоактивных мутаций. Дело в том, что несмотря на то, что представитель монголоидной расы сегодня у нас является этническим большинством на планете, тем не менее в древние времена представители монголоидной расы встречались не только в Азии, они встречались также в Африке и в Европе, и в Норвегии, в Скандинавии, в Англии и так далее. То есть, есть соответствующие исследования антропологов, которые это показывают. То есть, вполне возможно, что конкретно та же самая монголоидная раса стала результатом либо таких же генетических экспериментов, либо последствия какой-то ядерной войны еще чего-то. Сегодня почти всем ученым очевидно, что тысячи, а возможно и миллионы лет назад наша планета пережила ядерную войну. И опасность заигрывания с ядерной реакцией оказывается гораздо очевиднее, чем можно было предположить. Потому что, кроме авторитетных заявлений ученых, кроме Хиросимы и Нагасаки, кроме Чернобыля и Семипалатинска, у человечества уже есть огромное количество предупреждений и запрещающих знаков. Им много миллионов лет, но это не мешает увидеть их во всей полноте, чтобы вовремя сойти с опасной дороги. Один из величайших фантастов 20 века Айзек Азимов в свое время сказал, что совершенная технология внешне неотличима от магии. Писатель, предсказавший множество явлений и вещей из нашего будущего и, по сути, создавший науку политического прогнозирования под названием психоистория, оказался прав и в этом. Исследователи, которые подошли к мифам и легендам с этих позиций, пришли к совершенно поразительным результатам. Возможно, волшебные предметы и чудесное оружие, которые постоянно упоминаются в сказках и легендах, есть не что иное, как высокие технологии, усовершенствованные до такой степени, что непосвященные были уверены в том, что имеют дело с опасной боевой магией. То, что люди принимали за чудо устройства, скажем так, технические, энергетические, какие угодно, более продвинутых, естественно, конечно, это воспринималось как божественное. То есть, тут сомнений нет никаких. Но иногда, правда, не божественное, а дьявольское, да? Сохранившиеся легенды о мистическом оружии, как правило, вкладывают его в руки богов. Это и молот Тора, и копье Одина, и меч пророка Зулфакар, и небесный меч Кусинага, родом с японских островов. Но наиболее насыщенным всевозможной атрибутикой культом считается пантеон богов древней Греции. И поэтому именно оттуда исследователи начали работу. Невероятно, но большинство сакральных предметов греческих богов сегодня имеют аналоги или прототипы. Богов Греции вообще очень много достаточно интересных артефактов. У Гермеса были волшебные кроватые сандалии, которые позволяли ему с удивительной скоростью перемещаться по небу. Что, опять-таки, мне кажется, будет повторно изобретено, я думаю, в течение ближайших 10-15 лет. у бога Посейдона был волшебный трезубий, с помощью которого он, опять-таки, мог управлять погодой, волнами, мог поражать врагов. У богини Артемида был лук. По описаниям очень похожий на лук бога Шива, с помощью которого она могла поражать цель на сумасшедших расстояниях. Луки, стреляющие на огромное расстояние, чьи стрелы способны сами находить мишень, присутствуют практически во всех языческих культах. Скептики считают это не больше, чем выдумкой древних авторов. Однако, исследователи от науки оппонируют им. Сегодня такие луки уже есть, и называются они самонаводящиеся ракеты, способные преодолевать до 300 километров, самостоятельно находить мишень и поражать ее с точностью до нескольких миллиметров. Если стреляют, значит лук. То есть лук у них будет и ракетная установка, лук у них будет и сам лук, и по большому счету стрелой у них может быть понятно, как маленькая ракета, как пуля, так стрелой у них может быть соответственно и ракета, несущая ядерный заряд. Собственно, точно такой же стрелой может быть и молния, которая, некий электрический разряд направлен, здесь тоже будет стрела. С мечом тоже это, опять-таки, здесь речь идет о том, что это некое оружие, которое держится в руках, которое держится в руках, основой которой используется именно нахождение его в руках. Ученые непреклонны. В большинстве случаев, когда в древних эпосах упоминается чудесное оружие, речь идет именно о совершенных технологиях, а не о человеческом воображении. Сверхспособности, безусловно, у богов были. Ведь что такое Зевс был громовержцем? При помощи устройства какого-то или не устройства, или силой своей мысли он вызывал электрические разряды. Это сферспособность и очень мощная. Информация о еще одном чудесном оружии, имеющем очевидные признаки высокой технологии, присутствует в исторической хронике египтян. В 13 веке до нашей эры на определенном этапе развития дву держав египетской и хетской странам-конкурентам стало тесно на одной территории. Результат последовал незамедлительно. Была объявлена война и две огромные армии сошлись в одной из самых масштабных битв в истории человечества. Битва описана весьма подробно. Там она представляет интересы безусловно для историков, для людей, изучающих военное дело, но тем не менее там есть одно очень интересное описание. Дело в том, что когда фараон проиграл битву, он применил очень интересный артефакт. Он надел на голову некую диадему, корону, на которой была змея Урей. Змея Урей это была всегда в Египте символ, символ оберег, символ царской династии. Легенда гласит, что эта корона досталась египетским владыкам в дар от богов, а изображенная на ней змея, оживший глаз одного из них. Даритель оправил свой собственный глаз в царский головной убор, даровав его носителю невероятные способности. Исследователи убеждены, с одной стороны, эта легенда призвана символизировать постоянное наблюдение владыки за всеми своими подданными. Но с другой стороны, когда египетская армия начала проигрывать, глаз бога неожиданно проявил себя в качестве небывалого мощного магического оружия. В конечный момент тоже существует, когда некое оружие тоже работает именно взаимодействие с отпечатками непосредственно его обладателя. оно окажется в чьих-то других руках и пытается быть использовано, то оружие просто приходит в негодность. Эти технологии сейчас есть и вполне возможно неким образом они были тогда. И можно говорить о том, что эти то есть это оружие понятно его не только держали в руках и махали и рубили, оно еще обладало и удивительной разрушительной силой. Подобное оружие, способное распознавать ДНК своего хозяина, упоминается в летописях многих народов мира. Так, меч-кладенец, о котором говорится во многих русских былинах и сказках, по мнению историков относится к этой же категории. легенды гласят, что кладенец это оружие, которым можно убить любого противника. В некоторых сказках он даже становится оружием массового поражения. Кладенец это носитель тайны, потому что кладень, то слово, от которого образовался кладенец с помощью приплюсовки суффикса, это тайна, это скрон, это то, что спрятано. Стало быть, меч, несущий тайну, таинственность. Но в чем могла заключаться таинственность уникального оружия под названием меч-кладенец? Историки уверены, прежде всего в том, что он мог выглядеть не как меч, использоваться не как меч, вести себя не как меч. И это еще одна важная деталь. В представлении потомков, озвученном в древних сказаниях, меч-кладенец обладает собственной душой и сознанием. Речь шла, естественно, не столько о мече как таковом, сколько о неком, то есть меч был неким символом, потому что понятно, что не все оружие наши предки могли правильно описывать, поэтому они любое оружие могли описывать, ну, грубо говоря, меч, копье, лук. Не факт, что это был именно как таковой меч, но можно говорить о том, что он был способен неким образом уничтожать именно этих бессмертных эпоху бессмертных существ. Вот, они, в свою очередь, не зря считались бессмертными, значит, соответственно, все-таки их пытались убить статистическим оружием, и это вряд ли получалось. Проводя исследования древних текстов, историки заметили странную закономерность. Во многих эпосах содержится подробное описание ручного оружия со всеми признаками высоких технологий. Но именно в индийском эпосе появляется дополнительное условие владения таким оружием. Человек, получивший право на невероятный арсенал, должен обладать невероятными парапсихологическими и духовными возможностями. Но это оружие, очень важно это отметить, оно никогда не описывается как механизм. механизм это на санскрите было бы янтра. А это оружие, это прежде всего мантра. Мантра, то есть Бог сообщает мантру заклинания, формулу магическую, которую герой когда употребляет, то магически эта мантра оказывает воздействие на поиск противника. Как описывается это воздействие? Это воздействие значит может быть там скажем все войско сгорает в пламя или войско это погружается в сон или войско охватывает панический ужас и они все там включая всех животных в ужасе разбегаются в разные стороны и так далее. Одно из самых мощных тактических средств в арсенале древнеиндийских героев называется Брахмаширас по своему функционалу описанному в тексте оно очень напоминает тактическую ядерную ракету с ограниченным радиусом действия и очень высокой точностью попадания особенностью ее использования было то что для запуска такой ракеты была необходима специальная мантра набор определенных слов сказанных в определенном состоянии сознания Брахмастра это это такой вид оружия еще по-другому называется Брахмашираса то есть это очень могущественное очень тонкое оружие ну такого высшего порядка то есть свыше планет скажем так вот и оно приводится в действие не с помощью ядерного чемоданчика а с помощью каких-то устройств оно приводится в действие мантрами но как войти в измененное состояние в котором мантры начинали работать легенды говорят о том что для этого были необходимы десятки лет духовных практик однако последние открытия доказывают что это возможно художественное преувеличение авторов эпоса более тщательно изучив древние хроники исследователи выдвинули революционную теорию согласно которой древнее оружие обладало голосовым интерфейсом и набор специальных речевых команд запускал в действие поистине чудовищные процессы оно очень похоже на ядерное оружие только оно более могущественное обладает способностью оно имеет направленное действие и можно управлять то есть вот это конкретное оружие оно было запущено и направлено против оставшихся в живых пятерых пандавов и их сестры точнее ребенка который находился в вечере то есть пытались уничтожить оставшиеся мужчины вот этого рода таким образом то есть ядерное оружие оно обычно действует очень грубо уничтожает все так а это оружие оно имеет направленное действие его можно запустить его можно вернуть назад его действие можно было остановить по версии исследователей брахмастера могла представлять собой целый замаскированный военный комплекс и именно поэтому могло показаться что совершенно реальные ракеты вызываются простыми заклинаниями в индийских эпосах описывается не только оружие ближнего боя но и луки обладавшие невероятными свойствами однако при ближайшем рассмотрении волшебство снова оказывается высокой наукой стрелы расщепляющиеся в соответствии с количеством мишеней очень напоминают ракеты с разделяющимися боеголовками а стрелы летящие точно на звук напоминают боеголовки с системами автономного наведения в рамаяне описывается говорится что царь дошаратха обладал способностью направлять свои стрелы по звуку то есть не просто ему достаточно было услышать какую-то ну какую-то акустическую вибрацию кто-то кашлянул например он мог пустить в слепую стрелу в точности попасть как бы туда да вот ему достаточно было в принципе любое движение мысли чтобы отправить туда оружие то есть поразить цель стрелой или как-то каким-то другим способом но каким пытаясь хоть как-то объяснить невероятные возможности оружия древних исследователи выдвинули революционную теорию для его производства использовалась антиматерия иначе как объяснить поистине сверхъестественные качества арсенала древних это кажется невероятным ведь сегодня ученые только подступаются к использованию энергии антиматерии и если эта технология будет открыта в энергетике произойдет революция от реактора размером с обычную пальчиковую батарейку можно будет насытить электричеством огромный мегаполис а при таких энергоресурсах вопрос увеличения объема атакующей части оружия становятся незначительными теоретически они могли заправляться чем угодно например в Агаутапуране описывается такой пример когда в качестве оружия была использована просто травинка Балрам сорвал травинку и просто бросил ее то есть энергии которая содержится в этой травинке было достаточно для того чтобы произвести тот эффект который она произвела то есть если человек умеет управлять этими энергиями то он травинку может использовать в качестве оружия более могуще чем современные виды оружия такие как ракеты с ядерными боеголовками и так далее то есть для этого нужно иметь соответствующие способности но были ли утрачены эти технологии окончательно и бесповоротно после крушения древних цивилизаций однозначного ответа на этот вопрос нет особенно с учетом того что в нашей недавней истории есть огромное количество загадок которые могут быть истолкованы в пользу невероятной версии супероружие существует до сих пор но используется в самых исключительных случаях и вне зависимости от желания власти если возвращаться даже к тому же самому московскому пожару восемьсот двенадцатого года там есть тоже очень интересный момент который заключается в том что если читать хроники и описания связанные с московским пожаром пожар выглядит достаточно странно как его описывают офицеры ночью небо озарилось ярким светом как будто вспыхнуло второе солнце и было светло как днем потом раздался грохот после чего пошел жар и стены каменных сооружений начали плавиться наполеон большим чудом спасся от этого пожара через убегая через потайные ходы из кремля ни один пороховой погреб ни один арсенал из тех что были в москве не мог дать такого взрывного эффекта но самым странным в московском пожаре было даже не это археологи историки занимавшиеся исследованием этого события с удивлением отмечали что дома в городе были сначала разрушены а уже потом сгорели то есть пожару предшествовала ударная волна но еще более странными оказались его последствия что интересно что большая часть людей погибло нет пожара они погибли от странной болезни у людей начало слезать кожа их рвало то есть у людей были все признаки радиоактивного заражения поэтому опять-таки вполне можно говорить о том что собственно пожар 1812 года был опять-таки не совсем пожаром а использованием одного из таких сохранившихся с древних времен вооружений которые собственно позволили фактически уничтожить армию Наполеона возможно сегодня человечество как минимум во второй раз за свою историю подходит к пику своего развития но есть вероятность что сверх оружие о котором сегодня рассуждают историки и археологи все это время существовало и даже использовалось а значит где-то есть и его хранители но о них неизвестно ничего хотя слухи о могущественных тайных обществах обладающих мистическими знаниями и невероятными технологиями ходят вторую тысячу лет знания о жизни и смерти то есть это возможность жить вечно и различные способы умничтожения неугодных себе персонажей или даже народов и на самом деле знания о здоровье знания о здоровье это прежде всего доскональное знание возможности человеческого организма и умение ими манипулировать еще один вид оружия слухи о котором вполне могут иметь подтверждение это живое оружие специально выведенные существа предназначенные для боя и войны в 2009 году мир потрясла научная сенсация трансгенный примат сконструированный учеными в лаборатории дал первое потомство генная инженерия сделала огромный шаг вперед сделать следующий шаг и перейти к усовершенствованию человека помешали десятки международных норм запрещающих такие эксперименты военные ведомства в первую очередь заинтересованные в перспективах улучшения боевых качеств собственных солдат вернулись к привычным направлениям работы изобретению химических коктейлей они многократно усиливают способности бойцов на несколько дней но затем дают тяжелейшую ломку которая может закончиться летальным исходом все остальные усилия военной науки сосредоточены на усовершенствовании технологий нападения и защиты но как показывает практика на земле уже проводились эксперименты над людьми и те кто не был скован ни международными законами ни нормами морали смело экспериментировались с человеческой породой в поисках универсального бойца исследователи этого феномена убеждены что столкнуться с результатами таких экспериментов можно было еще совсем недавно в христианстве есть удивительный персонаж так называемый святой христофор он изображается как человек с головой пса и учитывая что христианство сравнительно молодая религия то по большому счету речь идет о том что он собственно это некая отсылка к кинокефалам которых упоминали в греческих источниках и так далее то есть люди с головами псов эти кинокефалов описывали даже средневековые путешественники которые путешествовали по странам Азии и Востока странам Африки поэтому многие из этих представителей сохранялись буквально до недавнего времени большинство модифицированных созданий дошли до нас исключительно в виде мифических существ героев сказок и легенд однако многие исследователи убеждены что непробиваемые обычным оружием тролли легкие незаметные эльфы волки оборотни призраки вампиры и джинны все эти существа представляли собой попытки создать доисторический спецназ предназначенный для выполнения конкретных боевых или разведывательных задач мы приглашаем тех же самых по всему миру иммигрантов которые выполняют черные работы мы изобретаем роботов различную технику для того чтобы снять себя некие производственные трудности которые у нас возникают и черновые работы вполне возможно что то же самое совершали и далекие жители нашей планеты которые которые жили давным давно это вполне было логично и точно так же высокий уровень технологий мог им позволять не только производить неких роботов но и двигаться в сторону генной инженерии и производить живых существ которые бы могли на элементарном уровне выполнять какие-то определенные функции на первый взгляд звучит невероятно но если исходить из того что технологический уровень позволял древним людям производить самонаводящиеся ядерные ракеты и свободно перемещаться между континентами генная инженерия это один из элементов сложной высокоразвитой цивилизации эти уникальные древние рисунки несколько лет назад были обнаружены в одной из пещер Австралии ученые утверждают что этим необычным изображением людей с головами зверей около 32 тысяч лет а это может быть доказательством того что в далеком прошлом всевозможные гибриды человека и животного на нашей планете уже существовали в мифах в других народах описаны скажем там ракшасы ну вот такие полудемоны полулюди у них тело человека огромные зубы как у саблезубого тигра вот они там тоже эти ракшасы изображены причем они явно имеют уровень какой-то цивилизационный потому что у них в руках оружие и все остальное все требуют человека ну вот змеи какие-то драконы но если на земле уже когда-то жили кентавры их теандры и другие сверхсущества то что с ними произошло по одной из версий эта цивилизация как и человеческая когда-то давно населяла планету но достигнув невероятного научного и технологического прогресса сама себя уничтожила я думаю в ряде случаев когда мы думаем о происхождении мифических созданий это может быть любая из категорий да это может быть символичным да это может быть что-то добавочное или технологичное но я также думаю что в ряде случаев это что-то физиологическое это что-то вроде русалки или что-то вроде минотавра минотавр одна из самых страшных самых загадочных но в то же время и самых подробных историй об искусственно созданном воине-мутанте древнегреческая легенда описывает его как человека с головой быка но если вчитываться в более подробное описание становится понятно что это не просто пересадка человеку головы животного минотавр обладал невероятной физической силой был выше и тяжелее любого гостя лабиринта в случае минотавра мы действительно сталкиваемся с таким созданием и мы должны судить и по контексту если кто-то говорит что история про минотавра полностью вымысел это просто такая информация которая придают большое значение отлично однако если мы придем на место где скажем хорошо это лабиринт это знак лабиринта где минотавр под предположением был каждый из нас увидит что мы должны принимать в расчет возможность того что минотавр физически реальное существо и если это так мы должны попытаться установить что это было гибрид или что технологическая возможность скрещивать человека и животное появилась у человечества в середине прошлого века именно тогда похожими экспериментами занялись ученые нацистской германии в рамках программы расовой гигиены и искусственного воведения сверхчеловека после того как история третьего рейха закончилась полным поражением нацизма были запрещены любые эксперименты в области евгеники но и того что успели сделать коллеги и соратники доктора Менгеле хватило чтобы понять очевидную вещь гибриды человека и животных в принципе возможны некоторые из этих экспериментов были сделаны очень просто не нужно быть Эйнштейном чтобы провести эксперимент соединив два существа вместе и наблюдая что получится и мы можем сопоставить этому то что Минотавр это эксперимент кого-то с очень низкими моральными качествами но с большой решимостью и желанием увидеть где находится этот барьер между видами и Минотавр мог в действительности быть очень разумным ответом который нам говорит о том что нет никакого барьера между определенными видами каждый вид на этой земле может как-нибудь скрещиваться с другим и опять же Минотавр может быть чем-то что нам напоминает о том что это возможно это на первый взгляд искусственно выращенное животное совершение тех кого создала сама природа мало кто знает что перед тем как получить один удачный новый вид животного на свет появляется несколько неудачных попыток разнообразных гибридов коз и свиней птиц и коров до того как на свет появилась овечка Долли генетики провели более трехсот попыток планированная Долли родилась лишь внешне молодой ее внутренние биологические часы с рождения пошли не с нуля но самое страшное в том что постепенно искусственно созданные существа становятся сильнее и очень скоро вытеснят тех кто их создал и не исключено что то что сейчас мы называем величайшим научным прорывом в будущем станет величайшим преступлением против человечества я встретился случайно на форуме в Липецком экологическом с деятелем который дает мне визитку говорит вот Герман Львович меня зовут так-то там написано институт молекулярной генетики я говорю братан это не вы косто модифицируете он говорит да мы я говорю так вас убивать надо если бы я тебя в слободе встретил я бы тебя завалил сразу и скормил бы свиньям козы остались одной из немного скотины настоящей еще ничего не происходит с ними это говорит что Герман Львович он так опешил и в управдании себе говорит людей манифицируют уже каких там коз несмотря на то что официальные эксперименты по клонированию человека запрещены все чаще появляется информация о том что американские и китайские ученые в засекреченных лабораториях продолжают работу над созданием искусственного человекообразного существа эти мутанты создаются подобно конструкторам по заказу как в магазине можно выбрать качества которыми будет обладать новое существо так родители даже смогут создавать себе детей по желанию внедряя им например гены пловца или музыканта в эмбрион человека добавляют если прыгун нужен ген кенгуру если пловец ген рыбы вносит в очрев облудницам и уже 15-летние дети бегают у них репродуктивная функция то есть тоже только вопрос времени чтобы мутантам стало огромное количество потому что при скрещивании мутанта и нормального человека получается только мутант нормальный уже не получится и то что в страшных фантастических там этих бесовских фильмах нам показывали это сейчас уже реальность ученые уже пытались прогнозировать будущую картину мира и она оказалась шокирующей человек разумный в своем нынешнем виде обречен если подобная программа действительно реализуется то в самом скором будущем на земле появится новая раса существ с генами животных как рыбы они смогут дышать под водой как гепарды развивать невероятную скорость и возможно даже смогут летать как птицы но в этих существах не будет ничего человеческого так они еще будут размножаться с нормальными людьми будут появляться новые мутанты и конечно эти мутанты будут ненавидеть нормальных людей потому что у них будет комплекс неполноценности естественным образом и человечество разделится на мутантов и нормальных людей и мутантов будет все больше а нас все меньше древнегреческие мифы донесли до нас эхо еще одного генетического эксперимента мечта об идеальной кавалерии воплотилась в виде кентавров лошади с торсом человека исследователи отмечают что миф об их происхождении перекликается с темой глобального конфликта войной богов и титанов которая на самом деле могла быть войной двух мощных цивилизаций которые впоследствии исчезли с лица земли возьмите кентавры ведь легенда древнегреческий миф ну что-то откуда они появились их родила туча потому что однажды некий титан возжаждал афродиту но получив отказ настолько возбудился что сплеснул семя которое пошло в тучу она даже оскорбилась афродиту вот этим обстоятельством и прокляла эту тучу и из тучи получились кентавры то есть полулюди полулошади вот какой был гнев богини на самом-то деле ну как человек наполовину человек наполовину лошадь это естественно гибрид какой-то наверное не совсем удачный я уже не говорю про какую-нибудь там медузу-горгону про каких-то там чудовищ там типа змеев каких-то и так далее это все тоже могли быть неудачные опыты индийские источники также рассказывают об использовании искусственно созданных воинов это могущественные ракшасы согласно текстом эти воины были до такой степени устрашающими что в представлении потомков психически модифицированные боевые единицы с паранормальными возможностями превратились в демонов Дру Махарадж сражался с демонами с каким-то ракшасом якшем это различные разновидности демонов и вот эти демоны они как раз применяли такое психологическое я не знаю как его назвать психотропное правильно оружие то есть даже не психическое не психотропное то есть оружие которое основано именно на звуковых вибрациях тонких очень вибрациях и эти вибрации вызывали галлюцинации современная наука уже может совершенно четко описать механику этого воздействия ультразвук возбуждает нервную систему и на определенных частотах может спровоцировать выброс адреналина который одновременно является гормоном ярости и гормоном ужаса и паники инфразвук способен моментально ввести в состояние настолько глубокой депрессии что у объекта начинаются галлюцинации и человек становится способен на спонтанный суицид однако мифологические существа были не только исполнителями чужой воли возможные повелители тьмы драконы кощеи и прочие чудовища во многих легендах становятся во главе государства и армии историки занимающиеся исследованием этой темы уверены речь идет о специально выведенных существах и подтверждение этому есть в огромном количестве древних источников ученые занимавшиеся исследованием этого феномена отметили интересную особенность легенды описывающие генетический эксперимент по внедрению особой расы призванные управлять народами не ограничиваются только древним египтом более того самые ранние упоминания о правителях пришедших с небес сохранились в древних китайских рукописях императоры древнего китая обосновали свое право восходить на престол тем что они вели свое происхождение от змеевидных богов и конечно же не стоит забывать о драконии символики которая широко распространена на дальнем востоке и которая также очень тесно связана с тем о чем мы сейчас с вами говорим самую яркую звезду созвездия скорпиона антарес китайцы с давних времен называли сердцем великого дракона бога они испокон веков верят в то что именно дракон бог дал начало китайскому народу согласно древнекитайской мифологии возникшей за 3000 лет до нашей эры бог и будущий император Китая по имени Хуан Ди спустился на землю с неба в белом яйце и вышел из брюха огнетышащего дракона если мы еще посмотрим на Китай там очень есть интересные упоминания о пришельцах из космоса там это как бы явно описывается в чистом виде это так называемый желтый император то есть китайцы его считают ну своим вот как бы прометеем учителем который дал китайцам ремесла вот и считается что он принес как раз знания о купунктуре и знания связанные с восточными вот этими энергетическими техниками и знания связанные с книгой перемены дзин но кем в действительности был дракон из брюха которого вышел желтый император Хуан Ди существом из плоти и крови или аппаратом специально созданным для перемещения на огромные космические расстояния исследователи утверждают что древние китайцы приняли за дракона на самом деле было специальным снаряжением предназначенным для изоляции живого организма от внешней среды подобие скафандра который надевают космонавты перед выходом в открытый космос наверное какая-то была оболочка которая на земле оказалась ненужной поэтому может быть это были просто скафандры они научились жить без них а цвет кожи говорит вот о том какие какой световой спектр был на той или иной планете тема змеевидных богов которые создали гибрид своего вида и человека нашла неожиданное продолжение в религиозных культах центральной Америки причем у цивилизаций которые могут посоревноваться в своем возрасте и с Китаем и с Индией возьмите например индейские народности которые проживали на территории центральной Америки такие как майя и ацтеки они поклоняли змеевидным богам таким как кукулькан в мифологии майя а также кецелькоатль один из главных богов цивилизаций населявших центральную Америку в шумерской мифологии эти существа называются анунаки пришельцы с неба на земле у гностиков они называются арканы у зулусов читаури дети змея это нашло свое отражение также и в исламской мифологии то ее части которая связана с понятием джинн если евгенические эксперименты пришельцев имеющих внешность змеи могут быть доказаны только на уровне мифов то еще одна религиозная версия о смешении разных биологических видов имеет самое конкретное вещественное подтверждение моисей когда он покидает египет на пути в израиль он встречает племена и узнает что это потомки наталины мариины которые находятся в сексуальных отношениях с земными женщинами так что мы знаем что относительно недавно три-четыре тысячи лет назад было потомство которое было гигантским и возможно скелеты которые находят принадлежат этим гигантам в ряде случаев мы находили людей с ненормальным черепом мы находили ненормальные скелеты в определенных местах мы пытаемся это объяснить вероятность того что современное человечество однажды пойдет по этому же пути и придет к созданию генетически модифицированных существ сегодня крайне невелика очевидно в наследственной памяти населения земли живы воспоминания о том каким ужасным последствием может привести неконтролируемое и неограниченное вмешательство в человеческую природу исследователи доисторических цивилизаций сходятся на том что именно отсутствие моральных принципов и гуманизма ограничивавшего саморазрушительную агрессию человека и привели древнейшее человечество к полному краху и собственному уничтожению в начале 2013 года американская компания специализирующаяся на заказах Министерства обороны продемонстрировала принципиально новое устройство тактический комбинезон для разведывательных операций ткань сделанная из специального материала и напичканной электроникой в активном состоянии делала своего носителя полностью невидимым мечта шпионов и убийц о шапке невидимке стала явью но как показывают исследования историков и это средство ведения войны не является уникальным изобретением искусство быть невидимым а также становиться больше большего или меньше меньшего это естественное искусство которого достигали йоги в процессе долгих тренировок но это же искусство давалось и тем кому кто мог кто был готов но оно было оно могло дароваться да вот даваться в дар опять таки вот этими небожителями да то есть вовсе не обязательно было совершать какие-то серьезные аскезы а просто было достаточно получить благословение либо мудреца либо кого-то еще на управление тонкими энергиями ученые которые предметно занимаются исследованием мифов уверены в этом случае речь идет снова о технологии которая производит впечатление магии под благословением мудреца источники подразумевают передачу управления маскирующей техникой потому что искусство невидимости описанное как некая магическая практика на самом деле представляет собой высокую технологию использующую особенности человеческого зрения человеческое зрение ограничено очень маленьким практически инфинитизимальным диапазоном частот который по-научному называется видимое излучение все что находится на других частотах не входящих в частотный диапазон видимого излучения или как вы знаете находится на других уровнях за пределами электромагнитного поля мы видеть не можем невероятно но на этом принципе основана работа новейшего тактического камуфляжа представленного в минувшем году американскими разработчиками на нем же базируется мистическая технология йогов позволяющая человеку стать невидимым и по этой же причине как утверждают исследователи люди так редко видят НЛО которые предпочитают оставаться на частотах недоступных человеческому глазу таким образом например когда люди говорят о том что им удалось случайно увидеть НЛО они честно признаются в том как все на самом деле было они говорят что НЛО вдруг появилось неизвестно откуда а затем точно так же непонятным образом исчезло таким образом кто-то может сказать я видел это существо это существо внеземного происхождения оно появилось неизвестно откуда а затем вдруг исчезло обычные люди спрашивают в таких случаях сколько вы выпили перед тем как это произошло на самом же деле произошло следующее человек увидел летательный аппарат или рептильное существо которое обычно можно увидеть за пределами видимой зоны спектра излучения это особенность человеческого зрения используется в еще одной легенде описывающей другое явление способность моментально появляться в разных местах и тут же исчезать в индийском эпосе о раме и сите это выглядит как метод ведения боя из астрала причем в нем же сказано что в то время существовала возможность противодействия этой уникальной маскировки в те времена энергии управлялись с помощью ума с помощью силы воли Равана демон с которым сражался герой царевич Рама использовал оружие стихии оружие воды оружие тепла жара оружие холода и также он использовал оружие исчезновения можно так сказать то есть он исчезал и появлялся тогда когда это противнику было невыгодно там он исчез потом например появился за спиной у врага для того чтобы нанести решающий удар там но поскольку силы были неравными имеется ввиду что у царевича Рамы вот как это описывается в Рамане было гораздо могущественнее оружие он подавлял действия небесного оружия демона Раваны своим супернебесным оружием по легенде супернебесное оружие Рамы могло представлять собой специальное устройство способное расширять видимый спектр и в этом случае у демона пользующегося мистическим камуфляжем не оставалось никаких шансов другими словами его можно увидеть на других частотах не входящих в частотный диапазон видимого излучения поэтому в данном случае наблюдателю кажется что это существо возникло неизвестно откуда оно на очень короткий промежуток времени стало видно наблюдателю а затем точно так же непонятным образом исчезло таким образом эти существа которые очень подробно описаны в исламской мифологии в качестве джиннов и которые в других культах называются по-разному они в подавляющем большинстве случаев невидимы для человеческого глаза однако противодействие такой броне может стать достаточно опасным разработчики костюма невидимки отвечая на вопрос о возможных способах противодействия такому методу маскировки привели наглядный пример радиопереговоры можно вести на конкретной волне и чтобы их перехватить надо идти по всем частотам эфира что может занять очень много времени а если пытаться слушать все частоты сразу возникнет информационный шум в котором голоса на нужной волне будут просто неразличимы попытка сканировать все спектры невидимого приведет к такому же результату с той разницей что в отличие от радиочастот спектр поиска бесконечен наше человеческое восприятие и все органы они заточены настроены под определенные волны дело в том что например в том же космосе очень много звуков и если бы мы просто услышали все эти звуки мы бы от этого грохота просто оглохли но опять-таки наш слух он фильтрует эти звуки и приспособляет то же самое зрение есть очень много спектров светов те которых мы знаем те которых мы не знаем есть некий черный свет который по одной теории изучает черные дыры которые мы не видим и опять-таки абсолютно не исключено что эти существа просто находятся вне этих спектров мифы об идеальной броне не ограничиваются шапкой-невидимкой и таинственным индийским оружием способным скрывать из виду своего владельца египетские легенды повествуют о таинственном доспехе фараона Рамзеса II который был средством защиты и нападения одновременно Рамзес II облачился в волшебный доспех после чего сел на свою колесницу и направился в гущу сражения он был окружен двумя с половиной тысячами колесниц хетов после чего произошло что-то удивительное вокруг колесницы Рамзес образовалось что-то вроде селого поля и все хеты пали на землю и ничего не могли делать он просто ходил рубил их уничтожал и собственно тем самым сотворил славную победу очень многие потом пытались естественно отыскать то оружие те доспехи которые были у Рамзеса II но к сожалению или может быть счастье так и не нашли всю свою историю человечество занималось усовершенствованием орудий убийств и уничтожения историки предполагают что эта тяга к разрушению однажды уже привела к исчезновению древних цивилизаций следы невероятных технологий четко прослеживаются в мифах и легендах по всему миру а в разных уголках планеты периодически находятся их фактические подтверждения раньше это считалось выдумкой сейчас историческая наука относится к этому более серьезно потому что если взять фактический материал в особенности фактический материал собранный по всему миру относительно древних культур и цивилизаций то вы увидите что везде описываются одни и те же явления только они по разному называются это очень интересно великие цивилизации оставили нам очень скупое наследие очевидно настолько малое количество следов может свидетельствовать только о двух вещах что они были уничтожены очень давно а масштабы и интенсивность уничтожения не поддаются описанию но даже то что осталось свидетельствует о научной и интеллектуальной мощи несопоставимой с современным человечеством когда мы говорим о структурах вроде Стоунхенджа и Великой Пирамиды наука говорит о том что объяснить это просто невозможно мы понимаем что мы это знаем объективно то что у них было больше техники потому что наши предки были больше осведомлены и обладали большими знаниями чем мы предполагали кроме огромных сооружений разрушить которые оказалось не под силу ни оружию ни времени древнейшие цивилизации оставили нам некоторое количество более мелких следов изучив их внимательный наблюдатель вооруженный современными знаниями чутьем и эрудицией может делать выводы о том насколько далеко наши предки обогнали нас сегодняшних об этом я написал целую книгу об артефактах которые не вписываются в картинки нашей истории но они были найдены и они противоречат тому чему нас учили в школе приведу парочку примеров в моей частной коллекции имеется древний индийский ритуальный кинжал он же килла его возраст 1000 или 1100 лет он изготовлен из легированного материала которого собственно говоря не должно было бы существовать на нашей планете экспертиза проведенная в университете висмара показала что содержание кислорода в этом легировании достигает почти 15% хотя даже с помощью самых современных технологий это невозможно кроме того в кинжале был обнаружен алюминий производить который человечество научилось около 130 лет назад как в Индии 10 века могла оказаться технология на которую человечество не способно в 21 первым